Я чувствую хорошую атмосферу всегда, где есть Господь, где Дух Святой, атмосфера, хорошая атмосфера, правда, братья и сестры? И представьте себе, что каждый из нас приходит в Дом Божий, в Дом молитвы, и наполненный Духом Божиим, Духом Святым, атмосферой праздника. Атмосферой праздника. Будни начинаются завтра или послезавтра, а сегодня праздник. Разве для вас не является праздником то, что вы видите друг друга, таких близких, дорогим вашим сердцам, братьям и сестрам? Разве для вас не является праздником то, что служители принесли вам Слово Господне, искали целую неделю откровений Господних, а сегодня с этого амвона звучит голос Божий? Разве это не праздник? Разве не праздником является то, что ваши дети в Доме Божьем вместе с вами? Это большой праздник, это грандиозное событие. Я встречаюсь временами в семьях плачущих отцов и матерей, которые со скорбью, со слезами на глазах и с грустью в голосе. Они говорят о том, что их детей даже в возрасте тинейджеров, подростков нету в Доме Божьем, скорбя об этом. Но великая привилегия для вас и для меня сегодня то, что слева и справа. Я вижу дорогому моему сердцу брата и сестру. А представьте себе, что каждый из нас приходит в Дом Божий, наполненный духом молитвы, наполненный пророческими откровениями, наполненный Словом Господним, наполненный Духом Божьим, так это уже Царство Божие на земле. Представьте себе. И апостол Павел говорит, когда вы сходитесь, у каждого из вас что-то есть. Без исключения. У каждого, он говорит, есть. Никто исключен вне того, чтобы что-то иметь от Господа. И я в смирении, не сочтите грубостью, позволю себе сделать такую ремарку, что насколько бедны мы и нищи, если в течение ушедшей недели мы ничего не получили от Господа, и с тем, что мы там получили, мы не пришли в этот Дом Божий. Мы просто нищие. Мы нищие. Но я знаю, что многие из вас получали. Вы искали Господа в одиночной комнате. Дух Святой говорил вам в потаенном месте. Господь учил вас на вашем рабочем месте. Может быть, в офисе. Может быть, на работе. В кругу друзей. В кругу семьи. Мы многое получали от Господа. И вот этим многим, когда мы сюда приходим, у нас есть дух молитвы, и мы ищем, за кого бы мне помолиться, кого бы мне поддержать, кого бы мне укрепить. И вы представляете, какая атмосфера народа Божьего. Даже Господь радуется от такой ситуации. Да и того еще мало. А он еще соблаговолил великой милости, любви своей взять нас вместе и посадить на престол своей славы, судить 12 колен Израиля. Ему показалось мало, что он спас нас, омыл своей кровью, простил мои грехи, верил мне служением. Дал нам друг друга, ему этого мало еще показалось. Дал Дух Святой, ему это мало показалось. Он еще соблаговолил меня на престоле славы своей посадить. Вот это да. Я смотрю на вас, и я вижу небожителей, каждый из вас, кандидаты на то, что вместе с вами мы будем проводить вечность. Слава Богу! Вечность проводить. Ни час, ни два в служении, раз в неделю, ни хаварью дежурное где-то там среди недели или в воскресенье, ни хаварью дежурное, посмотрел и забыл, какого вы есть. Но всю вечность! Всю вечность! Я служил несколько раз в Днепропетровске по приглашению. И знаете, когда видишь тысячи народа, спасенных, омытых кровью агнца, просто глаза наполняются слезами. Спасенные люди. Это так здорово! Это так здорово! Просто благодаришь Господа за то, что есть категория служителей, которые в повиновении Господу однажды в своем служении, в своей жизни, однажды, может, на дне своей судьбы сказали, Господи, если тебе еще угодно использовать меня, употреблять меня, сделай что-то. Насколько важно послушание Господу? Насколько важно повиновение Ему Слову. И Господь может, Господь из ничего делает что-то. Господь из самого незначительного, второстепенного, маловажного, из самого, на котором история и судьба крест свой поставила. А Господь берет, облагораживает, освящает, очищает, прощает и служение дает. Верил, вверяет, величайшее из служений служить народу. Это величайшее служение. Если у вас есть Амос, книга, откройте, пожалуйста, 9-й, 13-й стих. «Вот наступят дни, говорит Господь, когда пахарь застанет еще жнеца, отопщущий винограда сеятеля». Друзья, то, о чем говорили братья в последнем времени, это унисон тому, о чем говорит Амос, пророк, один из малых пророков. Приходит такое время в жизни церкви последних дней, когда все события совершаются и будут совершаться очень быстро, особенно в вопросах евангелизации, особенно в вопросах спасения людей, особенно в вопросах поиска погибших людей. Особенно в вопросах призвания. Апостол, прошу прощения, пророк Амос говорит, «Вот наступят дни, я глубоко верю, что это было сказано о наших днях. Я верю, что это было сказано о моем с вами периоде, в котором мы находимся. Бог поместил нас в особый период. Я безмерно благодарен Богу, что я могу находиться именно в этом периоде церкви последних дней. Я благодарю Господа, что именно Он соблаговолил меня поместить в эти дни. Я знаю тревожные дни, я знаю особые дни. Апостол Павел говорит, опасные дни, опасные, тревожные времена. Но для церкви последних дней, для вас, братики и сестрички, для меня вместе с вами, это не причина, отнюдь не повод охать и ахать. Отнюдь. Для нас это повод взыскать Господа, приблизиться к Господу, восклонить головы наши, ибо приближается избавление наше. Вот по этой причине мы и здесь. Может, возможно, у многих или у некоторых, по крайней мере, из вас были другие причины для того, чтобы не явиться сегодня утром на богослужении. Может, знаете, обстоятельства, события, может, какие-то бизнесы, еще какие-то ситуации, а может, дьявол хотел, знаете, подбросить вам какую-то суету в воскресный день, но мы блажены с тем, что мы сегодня находимся здесь. Почему? Потому что мы поддерживаем друг друга, потому что мы укрепляем друг друга, потому что Дух Святой есть здесь, потому что мы наши цели направляем к вечности, потому что звучит это живое, святое, вечно сущие Евангелие. Аллилуйя! Для нас не повод охать и ахать, для нас повод воспрянуть, для нас повод ободриться, для нас повод объединиться. Почему? Приближается избавление наше. А там я увижу своих близких, а там вы увидите своих, возможно, отошедших к Богу в раннем возрасте детей, может родителей, может мужей, может сыновей, там мы увидим, а там более всего мы увидим Господа таким, как Он есть. А это самая дорогая личность во вселенной. Я знаю многие из вас, когда мы войдем в эти небесные ворота, когда мы увидим лицо славы, сияющее лицо нашего Господа Иисуса, спасителя вашей и моей жизни. Я знаю, мы подъем к Его ногам. Я знаю, из моих и из ваших уст будет восклицание, поклонение, славословие, величие Его святого имени. Там мы увидим таким, как Он есть, величайший, превознесенный, имеющий превыше всех имен, именем которого преклоняется и преклонится всякое колено. Thank you, Jesus. И поэтому мы живем в особый период церкви последних дней. Амос говорит, что приходят эти дни, когда вы будете сеять, вы только будете сеять Слово Божие, а другой уже будет идти комбайном и пожинать. Не будет периода времени вместо того, чтобы сказал, и через год, или через два кто-то придет к Господу. Амос говорит, пахар застанет еще жнеца, отопчущий виноград сеятеля. Уже не будет времени раскачиваться, расхолаживаться. Знаете, не будет времени лениться. Почему? От сказанного мной и вами слова. Не будет долгого периода ожидания. Когда же это произойдет? Когда же мой сын возвратится к Богу? Когда же моя дочь совершит покаяние? Когда же мой сосед придет к Богу? Когда же возвратятся в луно церкви? Не будет этого времени. Амоз говорит, от того, как ты откроешь уста свои и произнесешь, так говорит Господь, до того периода, когда он придет и скажет, истинно с вами Бог, не будет уже долгого времени. Времена разворачиваются, события разворачиваются очень быстро. Вот из-за этого Бог дает откровение. Вот из-за этого мы должны дорожить этим временем, ценить этим временем. Уже нет времени для того, чтобы расхолаживаться, нет времени для того, чтобы по пустякам разбрашивать свою жизнь. У нас было прекрасно несколько дней с друзьями. Ну, буквально несколько дней. И как хорошо, что это время не было проведено бесплодно, в пустых разговорах по пустяках или о машинах не говорили. Но наш нос был в Библии, торчал в Библии, в размышлении над словом, в молитве друг за друга. Разве это не здорово? Это очень здорово. И когда такие мы приходим в Дом Божий, там есть место для исцеления твоего тела. Там есть место для исцеления твоей души. Там есть место для покаяния на этом месте. Я люблю говорить, уже миллионы пришли ко Кресту, но еще есть место и для тебя. Уже многие пришли ко Кресту. Многие. Я вижу этих тысяч, десятки тысяч. В Украине, о чем пастор Юрий говорил, я вижу спасенные народы, но еще есть место и для тебя. Киевреям 10 глава 24 стих. Я задумывался над этим местом неоднократно. Несколько раз мы читаем, как мы должны любить друг друга. Много мест Писания. Мы об этом говорим в наших проповедях, что мы должны бережно относиться друг к другу, любить друг друга. Мы понимаем, что такое сострадать друг к другу, мы понимаем, что такое молиться друг о друге, мы понимаем, что такое носить бремена друг друга. Но однажды Дух Святой не так давно повел меня в это интересное 24 стих 10 главы к евреям апостола. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и к добрым делам. Я думаю, Господи, а что же за слово означает внимание друг к другу? Знаете, я пошел в один словарь, во второй словарь, и вот что я обнаружил, вот что я обнаружил. Слово «внимательный» или «внимание» – это очень интересное слово. Зачастую мы пробегаем поверхностно, говоря об этом слову. Мы проявляем внимание к кому-то или к чему-то. Это слово, знаете, что означает? Будем внимательны друг к другу, означает следующее. Сделать моего ближнего, сделать моего друга, сделать моего брата или мою сестру, сделать моего родного, кровного по духу или по плоти, сделать объектом пристального внимания. Вот это да. Сделать, когда я отношусь внимательно к вам, и когда апостол Павел говорит, будем внимательны друг к другу, это не что-то поверхностное, это что-то намного глубже идущее. сделать каждого из вас объектом моего пристального внимания. Вот как я должен относиться к вам. И вот как вы должны относиться ко мне. Если у тебя или у меня проблема, если у тебя или у меня слезы, если у вас или у меня переживания, скорби, болезни, тяжелые глубокие обстоятельства, я должен сделать ваше, то, что у вас болит, то, от чего мы мучитесь, может быть, плачете, я должен сделать объектом своего пристального внимания по отношению к вам. Это глубокое толкование слова, духовное толкование слова внимания. А ну-ка теперь подумаем, «А как это относится ко мне в наших взаимоотношениях друг с другом? Насколько я внимателен к вам, а насколько вы внимательны ко мне? Иду ли я в своих взаимоотношениях друг с другом, то ли в церкви, то ли в общественную Божьего народа, иду ли я чуть-чуть дальше и глубже дежурного пластмассового хаварью, зачастую, который ничего в себе не несет, просто рядовое приветствие, хаварью и пошел дальше. Но если я наполнен Духом Божьим, если я наполнен Его Словом, если Дух Святой питает меня своими свежими откровениями, для меня и для вас, мой брат и моя сестра, ближний мой, это не вижу людей, как деревья. Написано, прикоснулся к слепому Христос и говорит, что видишь? Он говорит, вижу людей, как деревья. Зачастую бывает в нашей жизни такое. Бывает ли в наших взаимоотношениях или нет? Когда мы видим людей, как деревья. Что дерево, что человек. Что дерево, что человек. А помните, что после этого произошло? Написано, и прикоснулся второй раз, а теперь, как видишь? А теперь вижу ясно. Очень часто для христианина нужно двойное прикосновение. Второе прикосновение, повторное прикосновение для того, чтобы я видел ясно, для того, чтобы я ценил друг другом, для того, чтобы я дорожил друг другом, для того, чтобы я любил друг друга, для того, чтобы я носил бремена друг друга, нужно зачастую второе прикосновение. Это второе место. И третье. А третье очень интересное. Настолько интересное. Я так благодарен Тебе, Господь. Я так Тебе благодарен. Я так Тебе благодарен, Господи. Я безмирно Тебе благодарен. Знаменитая проповедь Иисуса Христа на Илеонской горе. Если те из вас, кто был в Израиле, были на Илеонской горе, вы прекрасно знаете, с какого места была произнесена эта знаменитая речь Иисуса, откровение Иисуса о втором пришествии Его на землю. Это именно там те из нас, которые были. Затем Христос, там же на горе Илеонской, он после 24 главы, Иисус Христос продолжает свою речь, свою знаменитую проповедь. И начинает он ее с истории о десяти девах. Даже, наверное, детвора в воскресной школе знает историю о десяти девах. Христос говорит, что Царствие Божие будет подобно десяти девам. Я быстро пробегаю это, потому что вы прекрасно знаете, ключ к этой мысли будет заключаться в другом стихе. И вот я быстро пробегаю. Кем были мудрые пять и неразумные вторые пять, вы прекрасно знаете. Что последовало и кульминацию истории, вы прекрасно знаете. Когда раздался голос, вот жених идет. Что сделали мудрые? Они поправили светильники, вышли навстречу жениху. Неразумные же не имели масла. И когда услышали, вот жених идет, пошли просить у покупающих, у продающих. Масло не отказалось. Двери закрылись. И Христос говорит, Он же сказал им в ответ, истина, истина, говорю, не знаю. Итак, тринадцатый стих. Тринадцатый стих. Итак, Господь говорит, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который Сын Человеческий придет. Итак, бодрствуйте. Знаете ли вы, друзья, что слово «бодрствуйте» это очень сильное слово? Христос применил в двадцать четвертой главе, как пастыр Юрий читал эту главу. Здесь затем он говорит, итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который Сын Человеческий, ни дня, ни часа, в который Он придет. Христос неоднократно в Своем служении, в Своих откровениях, в Своих проповедях, Он говорил слово «бодрствуйте». А затем апостолы, они взяли за основание, взяли за пример это мощное слово, и они также говорят «бодрствуйте». Слово «бодрствуйте» – очень сильное слово. Слово «бодрствуйте» ничего не имеет с тем, что «и так смотрите». Это другое слово. Слово «бодрствуйте» означает «watch out». «Будьте внимательны». «Будьте внимательны». «Будьте внимательны». Итак, «бодрствуйте». «Будьте внимательны» означает слово «держите глаз открытым». «И не один, а держите два глаза открытым». Слово «бодрствуйте» означает «смотрите обоими глазами», «не прищурившись», «не в полудремя», «не закрыв один глаз, а второй открыл». «Бодрствуйте» означает «смотрите в оба». Слово «бодрствуйте». Христос ударение сделал даже не на том, что дня не знаете, не часа, в который Сын придет человеческий за вами, но Христос ударение сделал на это слово «бодрствуйте». Позволь, 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 брат Юра, а что, расслабиться нельзя? А чего нельзя расслабиться? А чего нельзя там каналы попереключать? По интернету полазить, по фейсбукам походить, по ютюбам побродить. Разве нельзя? Позволь, позволь, позволь. Ну, обожди, но ты все усугубляешь. Все так сложно как-то усугубляешь, усложняешь. Ну, есть же должно быть время, должно быть время для всего. Ну, разве нет места для фана? А Христос говорит «бодрствуйте». Фейсбук тебе говорит «ля-ля-ля, шу-шу-шу», а Христос говорит «бодрствуйте». Интернет тебе говорит одно, другое, третье, а Христос говорит «бодрствуйте». Какой-то телеканал, какой-то светский шоу тебе там на шоу что-то показывают, на украинском или американском телевидении, а Христос говорит «бодрствуйте». А друг тебе говорит «слушай, поехали на шашлык, поехали, будем фан иметь, поехали куда-нибудь побродим, походим, поехали куда-нибудь посмотрим, а Христос тебе говорит «бодрствуйте». Я вам скажу, братья и сестры, как откровение примите, я вам скажу, за кем будущее, за кем будущее в церкви последних дней. Знаете, за кем будущее? Я вам скажу, за какими служителями, за какими молодыми людьми будущее. За те, за теми, нос которых в Библии, за теми ноги, которые ходят по земле, а голова уже в небесах, в облаках, который днем и нощет ищет Господа, который любит Господа, который на пьедестал своего сердца Бога поставил, который в приоритет выбрал не интернет, но выбрал Бога. За такими людьми будущее, за такими служителями будущее, за такими праведниками будущее. И смотрите на такого человека, потому что будущность такого человека что? Мир и благословение. Лично я избираю такую категорию своих друзей. Вы не увидите меня среди друзей, среди шатающихся, там болтающихся, то, другое. Меня тянет. Это не я. Я знаю, унисон мне многие из вас скажут, вас тянет к тем, которые любят Бога, ищут Бога, жаждут Бога. Вас тянет к ним. Почему? Что-то есть в этом человеке, что-то есть в этом служителе, что-то есть в этом помазании, что-то есть. И когда вы общаетесь с этим человеком, слезы идут по глазам. Слезы текут. Почему? Вы видите, это какой-то необычный человек, это необычный служитель, это необыкновенный проповедник. И он прекрасно кредит и отдает Богу. Вы подходите к нему, он говорит, я никакого отношения к этому не имею. Это его, ты обращайся к нему. Он дал. Вот почему я люблю это место апостола Павла. Я от самого Господа принял и передал. Я принял и передал. Получил от Господа и передал. Получил откровение и передал. Принимает человек, не принимает, думает, не думает, размышляет, не размышляет. Апостол Павел принял и передал. И ушел. Человек, исполненный Святого Духа, наполненный благодатью, наполнен свежими откровениями, наполнен Богом, Он ходит в победе, ходит в вере, ходит в силе. Человек никогда не будет извиняться за Слово Божие. Он говорит, так написано. That says the Lord. This is it. Он никогда не будет извиняться за Слово Божие. Он будет называть вещи своими именами. Друзья, и когда Христос сказал, подростуйте. Русский вариант поставил точку, некоторые варианты ставят запятые. И сразу же после 13 стиха, этой же самой главы, мысль продолжается. Мы, проповедники, всегда прерываем мысль и говорим, что притча, следующая о талантах, это совершенно другая притча, ничего не имеющая с контекстом притчи о десяти девах. Друзья, но там есть глубокий смысл. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который Сын Человеческий ваш придет, запятая. Ибо Он поступит как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Обратите внимание, Христос не оборвал мысль и не сказал, это притча о десяти девах. А теперь, дорогие друзья, апостолы или слушающие, я вам расскажу другую притчу о талантах. Он говорит, бодрствуйте, не знаете ни дня, ни часа, в который Сын Человеческий вас придет, ибо Он поступит как человек, отправляющийся в чужую страну, призвал рабов своих и дал им имение свое. Все. Друзья, если притча о десяти девах говорит о духовной составляющей, насколько у нас должно быть масло Духа Святого, насколько у нас должно быть Слово Живого Бога, насколько мы должны быть готовы, насколько мы должны быть настойчивы в том, в чем мы делаем, насколько мы должны бодрствовать, насколько мы должны трезвиться. То есть это чисто духовная составляющая нормального, жизни нормального христианина. Мы всегда бодрствуем. Бодрствуем ли в воскресенье, бодрствуем ли в понедельник. Для нас нет разницы, в воскресенье бодрствую, а в среду я что хочу, то и ворочу. Нет, конечно. Я бодрствую всю неделю на протяжении всей недели. Я бодрствую на протяжении всего месяца, на протяжении круглого года, правда? И так из года в год переходя, я бодрствую. То есть это моя духовная составляющая, это мой фундамент, это платформа моей жизни, это мои приоритеты. Угодить Господу, угодить Господу. Это вы делаете, вы угождаете Господу, вы ищете, вы жаждете. То есть вы любите Господа, вы стараетесь быть в воле Божией. Не просто допустимой угодной, но в совершенной воле Божией. Это нормально, это закономерно, это наша духовная часть. Когда мы молимся, мы бодрствуем. И Писание говорит, бодрствуйте в молитвах, мы бодрствуем. Мы стараемся проводить время в молитве, правда? Не только по воскресеньям или по пятницам. Когда пастор сказал, братья и сестры, молитва. Но ты ищешь ночью Господа в молитве. Ты жаждешь Его утром, ранним утром. Дух Святой пробуждает тебя внутренностью твоей, может, среди ночи, в два или три часа ночи. Ты бодрствуешь в молитве. Затем он говорит запятую. И если первая часть говорит о духовной жизни, о нашей духовной атмосфере, а вторая часть говорит о нашем практическом служении. Вторая часть говорит, ибо он поступит как человек, который отправляется в чужую страну, призвал рабов своих и дал им имение свое. А теперь самое основное и последнее. Всякая истина, она параллельна. Я люблю говорить это. Всякая истина. И то, что мы видим материально, оно имеет свои параллели в духовном мире, правда? Мы переносим, мы берем какие-то материальные вещи, мы берем какие-то ориентиры материальные, и мы сопоставляем это с духовным миром. То есть всякая истина параллельна. И если первая часть, если первая часть, она заставляет нас, как мы говорили, искать Господа постоянно. Так, вторая часть этой притчи, притча о веренных Богом талантах, пять, потом две, потом один, говорит о том, что мы должны делать для Господа. Получается, что моя жизнь, это не просто сидеть в служении и ждать, убывать, что когда-то вот скорее бы Господь придет. Как бы он скорее пришел? Вот я так жду. Мы сложили руки, мы ничего не делаем. Нет, там стоит запятая. После этого он говорит, бодрствуйте. И он поступит, как человек, то есть отправляя в чужую страну, призвал рабов своих, дал им имение свое. Мы рабы Господни. То, что я есть, и то, чем я обладаю, и вы, это не ваше, это не мое, это его. Я его раб. Я принадлежу ему. Я полностью его. Он мой, а я его. Он во мне, а я в нем. Я его раб. И он имение свое дал. И это имение не мое. Вы скажете, а что относится к его имению? А к его имению, ну давайте поразмышляем. Давайте поразмышляем. Что мы можем отнести к его имению? Его святое, вечно сущие Евангелие. Он дал это слово. Это не наше. Это его слово. Это его имение. И он дал его своим рабам. А теперь, что я делаю с этим имением? Что я делаю с его словом? Что я делаю? Я употребляю это слово, написанное Евангелие, для того, чтобы пускать этот хлеб по водам, по водам пускать. Для того, чтобы Евангелие проповедовалось. Для того, чтобы слово Божие звучало. Для того, чтобы грешники каялись. Кстати, я имею хорошую новость, братья и сестры. Можете передать это вашим друзьям в странах СНГ. Я и не озвучивал еще. Импакт выходит уже в следующем месяце на Хатберт. Пастырь Юрий знает, что это сильнейший, самый мощный спутник на европейском континенте. Это 90 миллионов домов. 90 миллионов домов. То есть, Бог верил нам очередной спутник для того, чтобы мы достигали людей. 90 миллионов домов. Он покрывает весь Ближний Восток, всю Северную Африку, все страны Европейского Союза, все страны СНГ. То есть, это 90 миллионов. Это много? Это очень много. И я понимаю, что это Господь дает. Для чего? Дабы Евангелие его проповедовалось. Бог дает возможности. Для чего? Бог дает для церкви последних дней возможности. Для чего? Для того лишь, чтобы мы сидели, ничего не делали. Отнюдь, дорогие мои, братья и сестры, для того, чтобы эти возможности были использованы для славы Его великого имени. Жизнь нормального христианина, это не жизнь ничего не делания. Это не жизнь без печи, а равнодушие. От воскресенья к воскресенью призвал служитель, и я доллар бросил. Слава Богу, Господи, исполнил Твою волю. Нет! 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 Господи, чем я могу еще Тебе послужить? Господи, что я могу еще Тебе сделать? А Господь тебе говорит, а вот тебе 90 миллионов домов еще. А Господь тебе говорит, а вот тебе еще несколько соседей, которые слева живут и которые справа живут. И ты находишься верным в этом служении. Апостол Павел говорит, что он благодарит Бога, который нашел его верным. И как там дальше написано? Верным поставим на служение. Верным. Это так здорово, что Бог нашел нас с вами верным. Ему показалось мало то, что у нас было 7 миллионов на североамериканском континенте, и там несколько еще миллионов само со спутника. Господь увидел, что наша верность должна быть вознаграждаема чем? Спасенными людьми. И Он говорит, еще вам 90 миллионов домов. Евангелие Иисуса Христа должно проповедоваться. Это Его имение. Спутники – это Его для проповеди Евангелия. Не только для того, чтобы мы нечистотой занимались. Эфиры предназначены для того, чтобы Евангелие проповедовалось через радио, через телевидение. Thank you, Jesus. Это Его имение. И Он дал на время. Написано, Он поручил, верил и отправился, написано. И по долгам времени возвращается. Если Он дал, Он дал с определенной целью. Если Он дал жизнь, Он дал с определенной целью. Если Он дал время, Он дал с определенной целью. Если Он дал возможность мне, Он дал с определенной целью. И Он потом с меня же спросит, скажет, Юрий, очень много я тебе дал. А что ты сделал с этим? Бог дал возможности с финансами. Что ты сделал с этим? Купил себе дом на Гавайях? Купил новую очередную машину, Мерседес? Что ты сделал с этим? это его имение это его имение и моя постоянная молитва и моя жена с правой стороны, она знает мы постоянно, каждый вечер об этом молимся я всегда молюсь, Господи когда идем ко сну, я всегда молюсь пусть звучит твой голос твоего святого, вечно сущего Евангелия, да звучит твой голос да звучит твой голос если он дал это мне я ценю, я дорожу этим братики и сестрички он дал это на время и придет такое время, когда он заберет это имение, которое он дал, прежде спросив человека, и написано будут молодые люди ходить от моря до моря искать слово и не найдут, почему? он дал время он дал слово и он забрал это слово это его имение время, которое мы с вами имеем это не наше, это его временем мы располагаем не нашим, его временем время кто-то прожил это время в 90-е благословенно мне сказали, что этот благословенный муж Божий имеет 100 лет я так говорю, покажите мне этого брата и мне говорят, вот этот брат 100 лет имеет скажите, насколько блаженное счастливое состояние 100 лет прожить и не по задворкам сатанинских каких-то а прожить, уже показывают, да, брата? вот вот thank you Jesus thank you Jesus садитесь, брат и все служат Господу ну и слава Господу садитесь, пожалуйста слава Господу и вы представьте себе Бог дал время Бог дал жизнь и мы понимаем, что это его имение это его имение это твоя жизнь это твое время и он дал время нам на время знаете, как он дал время человеку? на время а знаете, что это означает? скажу вам Бог сотворил время для вас и для меня и он дал это время вот смотрите, я даю время Вот как Господь дал время человеку, дал время, дал время человеку. И видел я ангела по небу, говорит Иоанн в Откровении, который громким голосом говорил, что времени уже что? Не будет. Бог дал время, и Бог забрал время. Как мы относимся к тем минутам, к тем секундам, к тем годам, к тем неделям, к тем месяцам, которые Бог дал нам на время? Господи, Господи, как я отношусь к этому? Я ценю ли я этим? Дорожу ли я этим? Я использую каждую возможность, каждую секунду. Я дорожу, использую для того, чтобы моя жизнь не напрасна была. Чтобы эта секунда, эта минута, этот час, этот год, этот месяц, эта пятилетка, эта десятилетка, эта декада славила Господа. И как хорошо знать, что столетие, оно славит Господа. Десятилетие, оно славит Господа. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Имение. Имение свое дал на время. А скажите, ваши дети, это не его имение? Вы думаете, это ваше? Это ваше, это его имение. И Бог дал на время. Может, я плохую новость некоторым скажу, но Бог дал вам детей на время. Бог дал на время. До восемнадцатилетия. До восемнадцатилетия они ваши. Да, они потом будут ваши. А потом будут даже, если вам будет сто, а, наверное, сыновьям уже по семьдесят или по восемьдесят, все равно они являются детьми. Ну, так или нет? Конечно. Но на время дал. И потом спросит. Я тебе дал твоего чада, твое чадо, твою дочь, я, твоего сына, я дал тебе на это время. А что ты сделал? Ага. А ты исполненный благодатью Духа Святого и истинной. И ты говоришь, Господь, я инвестирую все возможное. Инвестирую свое время. Я инвестирую молитвами. Господи, я вкладываю в это юное сердце. Для того, чтобы когда он будет взращен, когда он встанет на ноги свои, когда совершеннолетие придет, он скажет, я буду служить Господу. Я буду служить Господу. Папа и мама, я буду следовать вашими стопами. Я буду такими, как вы, христианами. Господь спросит. Это его имение. Это его имение. И последнее. Дорогие мужья, ваши жены, это его имение также. И дано вам, и мне на время. Юрий, что ты говоришь? Да что ты говоришь? Я был на похоронах, когда супруга служителя ушла в вечность. Они прожили немного, но прожили богобоязненно. Богобоязненно. И он вспоминал те драгоценные минуты, которые Бог им подарил. Он так и говорил, Господь дал мне такой подарок. И он забрал этот подарок. И он плакал. Я подошел к нему тоже, обнял его, говорю, слушай, Господь дал на время тебе дорогого человека. И он забрал. И как хорошо, когда, знаете, когда мы вспоминаем, и мы ценим, и дорожим этим. Дорогие жены, мужья также вам может быть даны на время. Уходят очень рано молодые. Мы рассуждали не так давно со служителями. Почему молодые люди, ну, старшие живут, и слава Господу, что живут, очень много молодых людей уходит в вечность. Молодых людей. Это его имение. Это его имение. Thank you, Jesus. Время мое истекло. Но его чуть достаточно для того, что мы сейчас пришли к Господу. Мы будем молиться. Давайте встанем на ноги, братики и сестрички. Давайте помолимся нашему Господу. Прославим Его драгоценное имя. Так хорошо быть в Доме Божьем, где звучит Его Слово. Я благодарен Господу за то, что Он говорил, во-первых, мне, затем вам. Во-первых, Он мне говорил, затем Он говорил вам. Его Слово звучало, во-первых, я всегда проповедую, во-первых, к себе, а затем каждому из вас. Аллилуйя. Если Господь сегодня кому-то из вас проговорил, что ты должен бодрствовать, что ты должен взять это Слово и стоять в этом Слове, жить в этом Слове, во имя Иисуса Христа, во имя Господа, Бога Савового, просто прими это Слово. Начни бодрствовать, начни жить святой жизнью, начни ходить в страхе Господнем, начни любить Его Слово, начни ходить в духе и в победе, начни искать Его свежее откровение, во имя Иисуса. Бодрствуйте, бодрствуйте. Thank you, Jesus. Бодрствуйте. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова